Всем привет! Этот выпуск посвящён семенам чёрного тмина, их полезным свойствам и области применения. Чёрный тмин, он же нигелла, он же калинджа, сейдана, чернушка посевная и римский кориандр. Все эти названия будут верными. Эта специя не имеет ничего общего с тмином обыкновенным, у них абсолютно разный вкус, аромат и полезные свойства. Кроме того, чёрный тмин официально признан эффективным средством как в народной, так и в официальной медицине. Эта специя – настоящий многофункциональный эликсир от множества заболеваний. Причём, воздействовать на организм человека она способна как изнутри, так и снаружи. Предлагаем более подробно узнать о чёрном тмине, о том, как и где его используют и что вы получите, применяя данный продукт. Применение семян чёрного тмина уходит корнями ещё в древние века. Ёмкость с маслом чёрного тмина была обнаружена в гробнице фараона Тутанхамона. Тогда считалось, что оно имеет ценность даже в загробном мире. Пророку Мухаммеду приписывают слова о том, что чёрный тмин способен излечить абсолютно всё, кроме смерти. Собственно, в этом вы сами сможете убедиться, когда узнаете, насколько широко применение этой специи в медицине. Полезные свойства нигеллы для удобства разобьём на группы. И начнём с женщин. Выжимка из семян чёрного тмина поможет избежать болезненных ощущений при наступлении менструации. Для этого необходимо за несколько дней до начала цикла два раза в день пить по 5-6 капель выжимки, которая изготавливается целителями по особому рецепту. Смоченный в выжимке из семян нигеллы тампон, оставленный на ночь, поможет избавиться от эрозии шейки матки и других воспалительных процессов. В течение курса лечения чередовать аппликации из выжимки семян с маслом чёрного тмина. Такая выжимка не продаётся в аптеках. Есть и более открытый рецепт лечения гинекологических заболеваний на основе отвара семян чёрного тмина. Для этого одну чайную ложку семян заваривают в стакане крутого кипятка и проводят спринцевание данным отваром. Кормящим мамам рекомендуется пить по несколько капель тминного масла в день для улучшения лактации и качества молока. Одновременно с этим пользу получит и младенец, так как свойства тмина помогают избавиться от повышенного газообразования и колик, а также повысить защитные силы неокрепшего организма. Беременным женщинам аромат масла калинжи поможет избавиться от токсикоза. Важно запомнить, что не рекомендуется употребление масла беременными женщинами, особенно в самом начале и конце беременности, так как оно может спровоцировать родовую деятельность. Хотя в то же время арабские врачи рекомендуют женщинам в положении пить натощак по чайной ложке масла тмина вплоть до конца второго триместра. Запивать рекомендуют мёдом, растворённым в прохладной воде. А при приближении родов предлагают повторить терапию, но в горячем виде. Это ускорит наступление родовой деятельности, а также размягчит шейку матки, облегчая течение родов и появление малыша на свет. Также для женщин употребление семян черного тмина поможет очистить организм от токсинов за счёт выраженного мочегонного действия. Особый состав семян способствует выравниванию женского гормонального фона, а также предотвратит образование и развитие опухолей в женских половых органах. Исследования показали, что у женщин в возрасте старше 40 лет при приёме черного тмина снижается риск возникновения остеопороза и метаболического синдрома. Для мужчин приём черного тмина поможет нормализовать гормональный фон и выработку тестостерона, улучшить качество сперматозоидов и увеличить их количество. Семена негеллы способствуют усилению кровотока в половых органах, что предотвращает развитие воспалительных заболеваний и простатита. Усиленный приток крови вместе с витаминами и микроэлементами, которые содержатся в семенах, способствуют усилению потенции и повышению мужского либидо. Если регулярно употреблять в пищу чёрный тмин в виде семян или масла, то по мужской части это поможет в борьбе с такими патологиями, как импотенция, простатит, бесплодие, инфекционные заболевания мочевой системы, мужские онкологические заболевания. Для повышения потенции принимать чёрный тмин можно по следующему рецепту. Семена тмина перетереть в порошок и смешать столовую ложку такого порошка с двумя яйцами. Курс лечения составляет один месяц. Принимать данную смесь следует через день. Можно заваривать семена в кипятке и пить вместо чая. Для этого заваривается столовая ложка семян на стакан кипятка. Можно добавить мёд. Тминный чай при простатите готовится следующим образом. 2 столовых ложки тмина, чайная ложка цветков ромашки и чайная ложка горячавки заливаются водой в объёме 500 мл. Ёмкость ставится в духовку на 2 часа. Пьют настой с добавлением мёда и заменяют им чай. Если употреблять такой чай в комплексе с массажем с применением разогретого масла чёрного тмина, то симптомы простатита через некоторое время снимутся и вовсе исчезнут. Кроме всего прочего, чёрный тмин славится своей силой против паразитов. Он ускоряет выведение червей из организма, подавляя их жизнедеятельность. Кроме этого, устраняются и негативные последствия пребывания паразитов в организме. Очищается кровь, восстанавливается иммунная система, восстанавливаются повреждённые ткани. Если вы решили избавиться от глистов при помощи семян нигеллы, то в этом деле главное не переусердствовать с дозировкой во избежание ухудшения симптомов. Для приготовления противоглистной микстуры необходимо измельчить 3 столовых ложки семян чёрного тмина, 6 головок чеснока, 2 стакана предварительно очищенных тыквенных семян. Сделать это можно через мясорубку, в ступке или в кофемолке. Полученную массу разбавить 2 столовыми ложками оливкового масла и добавить немного чёрного перца. Полученную пасту ежедневно съедать натощак, намазывая на ржаной хлеб и запивая тминным отваром. Если вам не нравится чеснок в составе и последующий после такого завтрака неприятный запах изо рта, то можно выбрать для себя другой рецепт – пить натощак отвар из семян. Для его приготовления столовую ложку тмина залить стаканом кипятка и дать настояться. Здесь тоже предусмотрена комплексная терапия. Помимо приёма внутрь, можно смазывать маслом тмина промежность и область заднего прохода. Это поможет избавиться от остриц. Семена нигеллы эффективны даже при лечении онкологических заболеваний. Отмечается, что воздействие на костный мозг при этом будет менее токсично, нежели воздействие химиотерапии, а побочных реакций и тяжёлых осложнений практически нет. Если в цифрах, то исследования показали смертность от рака на 33% ниже у тех людей, кто употреблял семена чёрного тмина. Уникальность этого продукта при лечении рака заключается в особом веществе – тимохиноне. Именно оно способствует прекращению роста плохих клеток. Между прочим, не только народная медицина предлагает использовать чёрный тмин для лечения рака. Квалифицированные врачи-онкологи выписывают при раке груди и поджелудочной железы лекарства, содержащие тмин. На этом ещё не всё. При проявлении простудных заболеваний и болезней респираторной системы, семена чёрного тмина будут эффективны в борьбе с недугом. Причём принимать семена можно внутрь, а также растирать снаружи. Это поможет вывести мокроту из дыхательных путей. Также благотворно скажутся ингаляции на основе тминного отвара. Эту специю используют даже при лечении туберкулёза. Для здоровья желудочно-кишечного тракта семена могут быть использованы для лечения целого ряда заболеваний. Например, при геморрое в течение 4 недель эффективно будет втирать крем на основе семян нигеллы. Для этого 30 г обжаренных семян перемалывают в муку и перемешивают с тминным маслом до получения кремообразной консистенции. Полученный крем втирают в область заднего прохода не чаще, чем 2 раза в день. Для здоровья и мягкого очищения кишечника можно употреблять семена чёрного тмина в чистом виде либо в форме масла. 2 чайных ложки масла натощак не запивая за полчаса до еды. Если имеется кишечная непроходимость, то результат не заставит себя долго ждать. Семена нигеллы способствуют похудению. Употреблять в этих целях рекомендуют не только масляный экстракт, но и оставшийся после обработки жмых. Он отличается повышенной питательностью и высоким содержанием клетчатки. Если вы недовольны своим весом, то можете следовать следующей инструкции. Ежедневно натощак съедайте чайную ложку порошка из семян чёрного тмина. Запивайте водой с мёдом для активизации полезных свойств и запуска обменных процессов в организме. Можно также до еды принимать по полстакана тминного отвара. Наружно масло тоже применяется, особенно в проблемных зонах, например, бёдра или ягодицы. Для растирания возьмите тминное масло, нанесите на те области кожи, которыми вы недовольны, и разотрите массажными движениями, пока масло не впитается полностью. Для нервной системы семена чёрного тмина принесут заметный эффект. Во-первых, улучшится общее самочувствие, настроение, исчезнет апатия и чувство хронической усталости, нормализуется сон. Для здоровья головного мозга будет полезным высокое содержание железа в семенах, что способствует повышению гемоглобина и, как следствие, улучшению кровообращения во всех органах и мозге в том числе. Это профилактика таких серьёзных патологий, как болезнь Альцгеймера, например. Масло чёрного тмина широко применяется и в косметологии. На его основе изготавливаются маски для волос, способствующие укреплению структуры и луковицы волоса. Масло помогает справиться с сухостью и секущимися концами. Между прочим, доподлинно известно, что сама Нефертити использовала чёрный тмин для здоровья ногтей и волос. Маски для тела и лица на основе тминного масла будут обладать противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Кожа становится упругой, морщинки разглаживаются, лицо обретает сияющий вид. Учитывая высокую эффективность Нигеллы при лечении многих патологических состояний, у этого продукта есть и противопоказания. Совершенно точно запрещено использование масла тмина в пищу для тех, кто страдает от язвенной болезни желудка и гастрита с повышенной кислотностью. Если имеется предрасположенность к образованию тромбов, а также при инфаркте и ишемии сердца, приём Нигеллы строго противопоказан. При беременности приём специи также крайне нежелателен, о чём мы уже говорили ранее. Ещё один важный момент – не перепутайте чёрный тмин с чёрным кунжутом. Если приобретаете масло, то проверяйте, чтобы на упаковке фигурировало название Нигелла Сатива. Надеюсь, вы сегодня услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!